Музыка То, что у нас эти два сообщения так сближает, потому что вот над этим консенсом Мы вместе с Марьей Анатольевной работали по приглашению Массима Руджи, Петра Мольфентайнера и Роберта Гент В ноябре прошлого года в Венеции состоялась встреча экспертов, которые до этого в течение практически года работали Марья Анатольевна и ее команда также активно принимали участие в этой работе То есть фактически мы и представляли Российскую Федерацию в том новом консенсии, в котором в этом году ожидается публикация Ну вот, к сожалению, Марья Анатольевна с нами не была в Венеции, но вот видите, тут такие вот знакомые лица Что касается нашей задачи, мы как раз вместе с Марьей Анатольевной работали над двумя аспектами Один из них лекарственное поражение желудка И тут было сформулировано вот такое положение, что лекарственные препараты могут вызывать как острые, так и самокупирующиеся Так и длительно протекающие поражения, что можно определить по временной связи с приемом лекарственных препаратов Специфическим гистологическим данным Вы видите, высокое согласие экспертов Правда, достаточно большая доля экспертов имела определенные оговорки Потому что вопрос неоднозначный Вопрос в том, что ключевым для восстановления связи с приемом лекарственных препаратов Вот такая хронологическая связь, либо восстановление повреждений после отмены лекарственного препарата Что касается группы препаратов, которые могут вызывать лекарственную индуцированную гастропатию Ну понятно, что мы все хорошо знаем, что на стероидный противоспалительный препарат Это стилсалициловая кислота, антигигулянты Мог за это вызывать, ну вот видите, и тестостатики, и глюкокротикоиды Препараты железа, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа Понятно, что сегодня у меня нет возможности обсуждать все эти вопросы И остановимся на том, что более практически значимо Тем более, вот сегодня был вопрос по этому аспекту И конечно, мы должны понимать, что на стероидный противоспалительный препарат А стилсалициловая кислота широко применяют по врачебному назначению И пациента самостоятельно для купирования болевого синдрома Даже при этом не понимая, что это тоже лекарство И то лекарство, которое несет риски, а риски оно несет Видите, неблагоприятные побочные эффекты возникают со стороны разных органов Но прежде всего со стороны желудочного и кишечного тракта И прежде всего со стороны желудка Американские данные 100 тысяч пациентов госпитализируются И не менее 16 тысяч погибает Вследствие осложнений И связанных с применением стероидных противоспалительных препаратов Надо сказать, что в России ситуация тоже не очень хороша В этом плане Почти 50 тысяч госпитализаций С ясленными гастродинальными кровотечениями Общая летальность превышает 6% А послеоперационная превышает 16% Поэтому мы должны просто понимать Что эти больные получают кровотечение во многом ядрогенные Потому что мы недооценили факторы риска И не назначили препараты, которые это обеспечивают профилактику В Москве ситуация более благоприятная Видите, более 3000 человек госпитализируют ежегодно Но при этом летальность около 1,5% Что существенно меньше, чем по российским данным Ну и общая послеоперационная летальность тоже существенно меньше Но надо просто не допускать возникновения таких ситуаций Во многом вклад в эту проблему дают Настероидные противовоспалительные препараты Которые вызывают НПВП, гастропатии Давно об этом говорим О повреждении слизистой оболочки Это на самом деле такая абсолютно плановая ситуация При назначении данной группы препаратов Потому что мы вмешиваемся в синтез простагландинов Да, мы достигаем тех клинических задач, которые ставим Устранение воспаления, боли, лихорадки, антитромбоцитарная активность Все это наши лечебные цели Но мы влияем и на гастронтестинальную цитопротекцию В желудке крайне агрессивная среда Пепсин, кислота Разрушает клеточные оболочки съеденной пищи Приехавших с пищей бактерий Защищает нас от внешней среды Именно поэтому на фоне ингибиторов протонных помп Алексей Юрьевич говорил, что повышается риск кишечных конфекций В том числе и клострадиальные Именно поэтому Снижается гастронтестинальная цитопротекция При назначении простагландинов Вот эта агрессия может быть устремлена на стенку желудка И надо ее защитить Об этом нужно думать В основном это системный эффект Независимо от пути попадания НПВП в организм Хотя, конечно, и локальные воздействия возможны И может быть защита того же от силициловой кислоты От кислоты защитной оболочки И спасает чуть-чуть желудок Но за счет системного эффекта все это наверстывается Поэтому в принципе назначение НПВП Независимо от пути введения Обладает высоким риском развития НПВП гастропатии И вот положение консенсы Айк-НЖ Независимо от длительности их использования Все лекарственные формы Независимо от способа введения Могут повышать риск развития НПВП индуцированной гастропатии Обратите внимание, были наблюдения Что человек там мазь накладывал с пластырями Получал варфарин И случилось желудочно-кишечное кровотечение Поэтому тут нужно думать о факторах риска Понятно, что вот эта оценка факторов риска Ключевой момент введения данных пациентов Потому что все остальное это только поиск Вот подтвердение наличия осложнения Нужно думать о том, чтобы его не случилось И в этой ситуации, конечно, мы должны И про диагностику феликобактерной инфекции Помнить При этом мы видим, что есть факторы Устранимые и неустранимые Вот видите, со стороны пациента Если возраст старше 60 лет И чем старше, тем выше риск А это фактор неустранимый И понятно, что в этой ситуации Возникает риск того, что Необходимо применять и другие препараты Вот эти комбинации разных Настероидных противовоспалительных препаратов Их сочетание с антиагрегантами Антиаггулянтами, кортикостероидами Все это повышает риски НВП, гастропатии, кровотечения Посмотрите, инфекция И хеликобактер пилори тоже является фактором При этом, чем старше человек Тем больше вероятность, что она есть Поэтому, если мы обратимся К 6-му мастри, то мы видим Что использование аспирина или НПВП Увеличивает риски ясной болезни И ее осложнений у инфицированных Хеликобактер пилори субъектов Поэтому тестирование на хеликобактер Рекомендуется, если пациент уже Принимает длительное время данные препараты И этим раньше не озаботились Либо планируется назначение НПВП ацетилсалициловой кислоты Нужно провести тестирование И избавить человека от хеликобактер Как фактора риска устранимого Но при этом рассматривать необходимость Дополнительной терапии ингибиторами протонной помпы На весь период назначения Ацетилсалициловой кислоты НПВП Такое же положение Содержится в новых клинических рекомендациях Российской гастронатологической ассоциации по диагностике Лечения геликобактерной инфекции У взрослых Которая недавно была опубликована В общем практически полностью цитируется Шестой Мастрихт Это очень важно Если мы говорим про Дестероидные противовоспалительные препараты Икоксиба и аспирин Мы как бы ожидаем Что есть и риск язвообразования и кровотечения Но обратите внимание Что и антиагреганты и антикогулянты Могут вызывать язвообразование и кровотечения Из верхних отделов пищеварительных терактов Надо сказать Что это данные такого Случая контроля исследования Но оно включало колоссальную базу данных 13 миллионов пациентов японских Поэтому мы обращаем внимание на эти риски Вот недавно опубликованная Такая совместная работа Кардиологов, гастронтрологов Глагоспитальных Которые отмечают Что терапия антиагрегантами и антикогулянтами Затруднена Из-за значительного увеличения количества Желудочно-кишечных кровотечений Риск увеличивается в 1,8 раза При терапии низкими дозами Ацетилзолициловой кислоты К тому вопросу Ну а если двойная антитромботическая терапия В 7,4 раза Возрастает риск кровотечения Поэтому мы должны об этом думать Выявлять фактор риска И назначать ту терапию Которая защищает пациента От такого кровотечения Ну и вы видите Что чаще возникает Кровотечение из верхних отделов Но и из нижних отделов Желудочно-кишечного тракта Кровотечения возможно Об этом тоже нужно помнить И работать с факторами риска И назначать препараты для профилактики Что касается факторов риска При назначении антиагрегантов Варфаринов Прямых пероральных антикогулянтов Вы видите, что Язвенная болезнь в анамнезе Признанный фактор риска Возраст Признанный фактор риска Причем такой вот Чем старше человек Тем этот риск выше Параллельное увеличение с возрастом Цирроз печени Почечная недостаточность Дивертикулярная болезнь Два антиагрегантных препарата Комбинация антиагрегантов Антикогулянтов Стероидов Все эти факторы Повышают риски Вот что касается Хеликобактерной инфекции Я обращаю внимание Что либо непонятно Либо не признан Для этой группы препаратов Но по-разному трактует Поэтому обращаю внимание Ваше на то Что в 10-м положении 6-го мастрифта Говорит о том Что нет данных Позволяющих предположить Что антиагреганты Увеличивают риск кровотечения У пациентов с инфекцией Хеликобактер пил Или но Нет данных Это что означает Мало изучено И это требует Дополнительного изучения Является ли антиагрегант Самостоятельным фактором Который при наличии Хеликобактерной инфекции Приводит к повышению Риска кровотечения Но Еще раз мы говорим О той группе пациентов Которые коморбидны И большая вероятность Что помимо этого антиагрегулянта Будет 2-0-3-0-1 Терапоцитарнотерапия Уже планово Ситуация принципиально меняется Ну либо На фоне Перорального антиагрегулянта Головную боль Таблетку приняла Вот все риски И реализуются Поэтому Давайте смотреть Уже давно Вот специально Оставил Рекомендации РГА 2014 года По профилатике НПВП Гастропатии Во всех случаях При назначении НПВП Проводится обследование Больных на наличие Инфекции Хеликобактер пилори При обнужении Эрадикационной терапии Собственно И в междисциплинарных Рекомендациях Про рациональное Использование НПВП Мы видим Что НПВП Гастропатия Профилактика Это профилактический Прием ингибитора Протонной пумбы На весь период Приема Того препарата Который может НПВП Гастропатия Вызвать И эрадикация Хеликобактер пилори Как возможность Устранить устранимый Фактор риска Если мы говорим Про НПВП Энтеропатию То ни один из этих Факторов Здесь вообще не работают Здесь только Рибомепит Может нам помочь Потому что там Нет точек приложения Для ингибиторов Протонной пумбы Собственно Если мы говорим Про 6 мастрихт То наряду Вот с этим Информация Локальной резидентности Как всегда раньше Было Больше 15 Меньше 15 Теперь рекомендуется Либо индивидуализированная Терапия Либо еще Эмпирическая терапия На основе Мониторинга Эффективности Систем Эрадикации В регионе Имея ввиду Что мы должны Назначать режимы Эффективны более чем В 90% случаев Собственно Почему стало это возможным Потому что у нас есть Европейский регистр Хеликобактер пилори Который в этом году Отмечает десятилетие Ведения Более 60 тысяч пациентов Более 10 тысяч пациентов Из России И мы видим Что в начале регистра Эффективность Эрадикации Восточной Европы А я должен сказать Что это в основном Данные из Российской Федерации Были Эффективность была Вот с 60 до 70 процентов Потом стало чуть-чуть получше Потому что раз Мониторинг есть Мы можем давать рекомендации Что правильно применять С 2016 года Вышли на 80 процентов Но это плохо Почему так? Потому что Тройной терапии В основном Назначают Частота назначения Тройной терапии Скоретромицином Амоксицелином В России 56 процентов А эффективность 80 процентов То есть Эта терапия К сожалению Не работает Но если мы Ее дополняем Висмута Трикали Дезератом Даем на 14 дней То вполне приемлемый Уровень 93 процента Эффективности Обратите внимание Это были данные 1141 пациента Из России Украины И Испании По мере увеличения данных 1743 пациента Эта цифра Так и остается Около 93 процента Вообще Вот на эту цифру Обращаю внимание А если на 10 дней дать Будет 86 процентов Это неправильно Это неэффективно То есть Только 14 дней Получается Да Мы можем дать Но я вот эту цифру Показывала 8-6-2 Еще для того Чтобы показать Данные исследования Проведенного В Новосибирске И там оказалось Тоже 8-6-2 При 10-дневном назначении Препаратов Эмонера Формелитфлимаксин Улькальц Ну что говорит Что это высококачественные Лекарственные препараты Вот с этими Торговыми именованиями Которые позволяют Достигнуть Того уровня Ирадикации Как и другие препараты Хорошего качества Но Понятно Что просто 10 дней Это мало Надо давать На 14 дней И вот Эти препараты Позволяют Достигнуть Этого уровня Эрадикации Мы видим Что Мастрихт Рекомендует Все схемы Назначать на 14 дней За одним исключением Может быть Квадо-терапия С висмутом 10-дневная Но это При применении Препарата Пилера Который в Российской Федерации Не зарегистрирован Поэтому в России Кроме 14-дневных режимов Ничего не рекомендуется И вы видите Что в 6-м Мастрихте Большинство режимов Терапии Содержит Висмут отрекали Дицитрат Как обязательный Компонент Например Как оптимизация Терапии С левофсоцином Тройная С левофсоцином Плюс висмут Вот это работает То есть Висмут повышает Эффективность И кларитромицина И левофсоцина Это очень важные Моменты Ровно это И в рекомендациях РГА Свежеопубликованных Мы можем Просчитать Итак Еще раз На весь период Применения НПВП Рассматривается Необходимость Приема ингибиторов Протонной помпы Поэтому важно Чтобы была не только Эффективность Но и безопасность И в этой связи Мы понимаем Что важно Чтобы не было Риска лекарственных Взаимодействий Особенно с точки зрения Коморбидных пациентов И такой риск Действительно Наименьший При назначении Пантопрозола О чем Мы сегодня уже Слышали И с точки зрения Эффективности С точки зрения Безопасности С точки зрения Риска лекарственных Взаимодействий Коморбидных пациентов Для профилактики НПВП Гастропатии И пантопрозол будет препаратом выбора. И действительно, 15-летнее наблюдение постоянного приема этого препарата не выявило каких-то значимых нежелательных явлений. Это тут, несомненно, лидер, просто в разы превышающий по объемам этанальфазы в силу того, что данный препарат имеет высокую доказательную базу эффективности именно с этим торговым наименованием. Вопрос коллапидогреля дискутировался. Понятно, что коллапидогрель сам может вызывать повреждения слизистой оболочки, а с учетом того, что он оказывает антитермоцитарную активность, он может повышать риск кровотечения, особенно если комбинируется с ацетилсалициловой кислотой. И возникал вопрос, как защищать, да, ингибиторами протонной помпы, но любыми или нет. Дискуссия была большая, но с точки зрения профилактического любой ингибитор протонной помпы будет защищать от кровотечения, а вот с точки зрения реализации эффекта коллапидогрела возникает проблема лекарственного взаимодействия с импрозолом, который мешает ему активироваться. А что, я уже исчерпал время, да, у меня тут 19 написано? Да, все, тогда я подвожу к заключению. В общем, короче, если кллапидогрель, то пантопрозол. Просто еще одно короткое исследование, просто крупное, нельзя не процитировать. Больные были антомизированы на риворексабанаспирин, и либо получали пантопрозол, либо получали плацебо. Что важно, пантопрозол не влиял на исходы терапии, не повышал риск смерти, кровотечения, инсульта и так далее. Но вот тот вопрос, который задавали по безопасности, конечно, за три года собирали данные о том, как влияет на риск переломов, атерофии желудка, диабет, деменцию. Все это активно обсуждается. Оказалось, что единственное, что отличалось, в группе пантопрозола на 0,4% вырос риск кишечных инфекций. Ну, просто руки надо мыть. Риск кишечных инфекций возрастает на ингибиторах протонной помпы. Собственно, мы говорим про Нальпазу, препарат, который имеет, собственно, клинические исследования. Единственный препарат со сроком годности 5 лет. Однократно в сутки применяется. Низкий риск лекарственных взаимодействий и доказательства эффективности длительной терапии. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин